Корреспондентов, операторов, монтажеров, редакторов, верстальщиков и других сотрудников староскользких СМИ сегодня поздравляли в администрацию округа. Почетные грамоты и благодарности администрации и совета депутатов им вручили по случаю Дня Российской Печати. Каждый день в новостном выпуске 9 канала мы рассказываем о событиях в округе. Вы слышите голоса корреспондентов, видите наши лица, но это не все, кто стоит за созданием сюжета. Текст правит редактор. Видео снимает оператор. Например, сейчас за камерой Евгения Левошко. Но собирать это все воедино будет оператор видеомонтажа Илья Самсонов. Илья Самсонов в журналистике около 10 лет. На 9 канал пришел в 2020 году. В день он может смонтировать до 10 материалов. Такой скорости позавидуют даже супергерои. Сегодня в Большом зале администрации Андрей Чесноков вручил ему благодарность в честь Дня Российской Печати. Сначала было трудно, но интересно. Я же работал в газете, это совершенно эксперимент. Я влюбился в свою профессию, до сих пор мне она нравится. Я с удовольствием каждый день прихожу на работу. Коллектив у нас вообще замечательный. 9 канал – это, наверное, лучший коллектив, в котором я когда-либо работал. Мы все разные, все прикольные, веселые. Где-то чуть-чуть спорим, где-то чуть-чуть веселимся. И в этом, во всем порыве рождается сюжет и прекрасные истории. Конечно, приятно, что администрация отмечает благодарность в этот праздник. У тебя, по-моему, уже ты родился в День Российской Печати. Ну да, мне уже давно должны быть, по ходу, благодарность. Награду получил еще один сотрудник нашего коллектива. Можно сказать, старожил операторской Евгений Левошко. На 9 канале он работает уже 18 лет. День Российской Печати был учрежден в дату изготовления первой российской печатной газеты. Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и военных окрестных странах. Способы и формы подачи информации давно изменились. А 13 января стал профессиональным праздником не только для газетчиков, но и всех средств массовой информации. Искренне сегодня вам говорю спасибо. Да не только сегодня, наверное, за каждый день прожитый вместе. Мы постараемся, во всяком случае, быть более открытыми для взаимодействия с каждым из вас, уважаемые коллеги. Искренне вас поздравляю с профессиональным праздником. Желаю мира, добра, уюта в каждой семье. Ну и, конечно же, хочу пожелать всем мира. Пусть побыстрее наступит, но от того, насколько быстро наступит, зависит действие каждого из нас каждый день. Спасибо вам большое. С праздником. В 2024 году староскольская газета «Зори» празднует юбилей 50 лет. Выпускающая редактор Анна Поплавская пожелала всем СМИ такого же творческого долголетия. 50 лет. И, в общем-то, все, кто причастен к этому юбилею за все эти годы, конечно, они, наверное, не вместились бы просто в этом зале. И тем более те, в общем, коллектив «Зори» отпочковался от газеты «Куть октября». И там это просто огромная армия журналистов и разных других сотрудников, которые достойны того, чтобы быть награжденными, конечно же, ну, и в этот день, и в другие дни. И еще хочу вам, может быть, напомнить немножечко, что вообще первая газета, районная газета в Староскольском округе появилась 19 января 2018 года, то есть 106 лет назад. Завершилась торжественная церемония общим фото, на котором, как всегда, сложно вместить всех награжденных. Мария Шелепова, Евгений Левушко, Илья Самсонов, 9 канал.